Она занимается изучением нашу структуру, но самое главное, я все-таки попытался разобраться. Леонид Сергеевич нам тут большой упрек высказал, что имея ядерный факультет здесь, в Нижнем Новом году, не следовать в личи, о которых он рассказывал, но это просто грех. Я посмотрел, как время это делается. Делается это в лабораторном корпусе. Все люди вгоняются во время теста. Есть специально заточенный человек, мне его даже показали на крайнем слайде, мужичок. Это просто произошел специальный человек, который из физики высоких энергий, у него есть и допуск, и все остальное. Все люди ходят во время измерений обвешенного газилентра, то есть там все делается по-взрослому. Почему мы не можем так сделать? Причина-то реальная. Притащить в общежитие, в лабораторию у нас в общежитии, на 10 этаже, вот эти источники, это будет просто вешалка, нас просто расстреляют. Живые помещения, это делать нельзя. Вытащить же наш капитон, то есть нашу приоритетную установку, нам не нужно мерить в рабочем состоянии. Мы же не можем облучить, а потом пойти померить. Вытащить же туда, где можно облучать, ну это тоже катастрофа, вы понимаете, что нашу установку утащить нельзя. Поэтому я полностью поддерживаю предложение Леонид Сергеевича, что нужно просто съездить и вместе с этой милой дамой все померить. Вот, собственно, эта установка, она работает. Но мне хотелось еще, помимо установки, где они измеряют наши молодые дружи, они мне сразу с радостью показали пальцем, вот как, смотри. Правда, это моя уже рука, но это не важно. А это наши партнеры с еще одной интересной вещью, это то, что должно было полететь на Новый год на шарик. Я не могу не подвластиться. Вот этого плата печатная, на ней вся вспомогательная инфраструктура обсерватории. Здесь и GPS-приемник, как бы они смогли определяться, здесь и класс, который все задает, здесь и коммуникационный приемник. Дело в том, что управление и сбор информацией с шара осуществляется полот из этой лаборатории, из Рима, а он летает в серийных малярных широтах. Красота. И вот все это, вот эта маленькая коробочка. А вот эта маленькая коробочка, ну, автомобилисты знают, что такое аккумулятор, да? Это аккумулятор, который будет летать на Денисе. Ну, и вы знаете, сколько ампер-часов ваш аккумулятор. Я видел самые большие, там, 70 амперный такой, волковский, 70 ампер-часов. Так вот, этот аккумулятор имеет емкость, ну, угадайте кто-нибудь, сколько? Семьсот. Нет, все-таки семьсот. Семьсот ампер-часов в этом аккумуляторе. Это уже такая энергия, что они боятся, что вот у нас табулеточки свалятся, она ее пальчиком придерживает. То есть это очень мощный аккумулятор. И все это упаковывается вот в эту коробочку. Эта коробочка по-английски называется матрешка. Эту матрешку сделала Сильвия сама. Это такая семислойная коробка из пенопласта, изолирована суперэзоляцией. И в этой коробке все это помещается. Основная часть – это вот эта батареечка аккумулятора, плюс еще и тепла. Вот. Дальше все это на баллоне, вот эта вот коробка, это баллон. Но самая главная проблема – это получить разрешение стек. Так вот, беспринцедентный успех, можно сказать, самый большой успех аппаратуре в прошлом году, который имел место вот 2-го, 7-го, 13-го – это мы таки умели сломать стек и получить разрешение на пролет. Это разрешение содержит всего два дополнительных условия. Они вот здесь обозначены. Одно, что заинтересованный орган имеет право приехать и посмотреть. И второе, мы должны известить заинтересованный орган госвластия о этих полетах. И вот в данный момент мы имеем еще одну маленькую информальную трудность. Когда мы хотели известить от имени Дмитрия Сергея Михайловича, там, Росавиацию и остальных, нам пришел ответ. Не починно берете, извещать должен ваш орган, адекватный по уровню. Поэтому вот сейчас Сергей Михайлович поедет в Миноблонауку, и Миноблонауку будет извещать все заинтересованные органы. Так что, ну, тут есть еще некие биографические тонкости. Но мы уже нарисовали, как они полетят. И уже планировался полет. Но, опять же, произошла накладка. Окно в стек нам открыло. Когда можно лететь? 20 декабря. И мы, вместе с Павлом, никакими силами не смогли говорить. Вы знаете, что 19 декабря на Западе начинаются рождественские каникулы. Чтобы кто-то работал 20 декабря, это же просто должно что-то там сдохнуть в лесу. Уломать никого на Запад, в канун Нового года, пробного шара нам не удалось. Все со Шпицбергена уехали, вся пусковая команда. Ну и, соответственно, пуск промого шара пока не состоялся. Ну а дальше? Дальше нужно было подумать. Окно закрывалось 20 февраля, буквально три дня назад. Но, к сожалению, в середине января циркумполярный вихрь разваливается. Шар должен летать примерно по такому кругу. Все понимают, что летает он по некой ломанной линии, причем в зависимости от того, насколько этот вихрь разваливается. Вот после 10-го, 13-го января он уже отнимет не круг, а есть шанс попасть совсем в другую сторону. По крайней мере, как-то раз шар, запущенный в Эс-Рейнджи, полетел не по кругу, а полетел в Стокгольм, где-то там был взломлен. Так что вот такого рода план здесь есть. И мне уже для извещения вот этих заинтересованных федеральных орденов в конце декабря наши итальянские партнеры прислали привет Сашкисберглина. Вот, собственно, как оно все там устроено, как, так сказать, притолочен порошит, как они изримо отстегнут шар. Потому что когда нужно будет сажать, просто-напросто включается первый патрон, шар улетает вверх и там разрушается, а все остальное спускается на вот этом порошите вниз. Еще одна тема, помимо бумеранга, это миллиметрон. Я здесь прошу, вот, Валентина Сергеевич, возьми у меня подарок. Дело в том, что миллиметрон развивается интенсивно, и тот дизайн, который ты представляешь в своей презентации уже устарел. В прошлом году миссии миллиметрона, прикладов и дизайна, он выглядит вот примерно так и не так, как на слайде Валентина Сергеевича. Ну и мы, соответственно, туда вовлечены. Вот здесь есть десять тем, которые мне удалось буквально два дня назад согласовать с руководством астрокосмического центра в целом. То есть вот эти десять тем, я не буду их детально зачитывать, они отчасти будут наши, отчасти будут выполняться совместно с Институтом прикладной физики, отчасти совместно с ФМ. Но самое главное, что АКЦ, они, как бы, не имея больших денег, они очень экономят, и они говорят так, вот вы собираетесь в Балонизо делать, прекрасно, идите, идите к Паула, который делает целый приемник, и продавайте ему вашу, так сказать, матрицу. Он может ваше купить, а может еще чьи. Вот если бы вы взялись сделать приемник, то тогда, конечно, тогда вот мы бы у вас учили свое финансирование. Ну, отчасти они правы. Но они сейчас нас готовы поддержать и в Роскосмосе с тем, чтобы вот встреча двух космических агентств, которая в феврале намечена, обозначила нас как соучастников, и тогда уже Нижегородский технический университет будет выполнять работы по созданию баллометров, а итальянцы обещали тянуть головой. Об этом мы договорились во время его визиты. То есть мы сейчас будем пытаться пробиваться и через ту сцену, о которой говорил Данил Сергеевич. Есть еще ряд спецвопросов, которые как-то должны решаться. В частности, видимо, решаться с Институтом спутниковых систем Красноярск-26, который, на самом деле, и изготавливает миссию. И здесь тоже АКЦ меня переводит, прийти в Красноярск, за это они платить должны. Ну, и вот мы, собственно, уже в Пашино вышли в контакт с Красноярском, и часть наших работ планируем выполнить в рамках договорной констрии каких-то соглашений с Институтом из Красноярска. Ну, что еще? Чем жили и чем будем жить? Вот здесь я коротко перечислил. Здесь просто надо напомнить, что у нас были определенные планы и с Осколково, и с седьмой рамочной европейской программой. Сейчас, буквально третьего дня, Путин ездил в Тулу, где обсудили проблемы фонда перспективных исследований, это наша ТАРПа, и здесь тоже есть рецидивные возможности. Плохо, что кончилась возможность получать деньги от Минобранауки, и плохо то, что не скоро новый фонд, вот Российский Новый Фонд, я его здесь листил, почти первого, он еще только формируется. Когда он еще сформируется, когда объявят конкурс, то есть получается задержка. И у нас действительно есть проблема с финансированием деятельности лаборатории на этот год. Работа планов громадьем, но на самом деле с источником финансированного блока. Поэтому я с большим энтузиазмом смотрю на те работы, которые включены в план наших работ, и где уже есть те или иные заказчики, с которыми мы можем взаимодействовать. Ну, в частности, вопросы, связанные с измерением автоклимата, которые мы делаем совместно с Усситутной прикладной физики. Здесь уже, можно сказать, обложился. Фонд разработал и продал нам по сходной цене приемник, с которым мы теперь ездим. Он профинансировал одну из экспедиций, о которой мы будем рассказывать чуть позже, на СУФУ. Правда, в конечном итоге там тоже самый астрокосмический центр стоит, как плательщик. Но технике здесь все есть. И есть интерес и у АКЦ, и у СРАУ, чтобы мы эти работы продолжали. Есть интересная тема, связанная с криогенными алмазными резонаторами. В Институте прикладной физики, опять же, работает мегаграндюр Батлер, который выращивает алмазы. И у них есть большой интерес, мы с ними уже, так сказать, сейчас в хорошем деловом контакте, с тем, чтобы попробовать сделать из этих алмазов хорошие резонаторы и остудить их как можно глубже. Известно из теории и известных из экспериментов, правда, то гелия, что добросость охлаждаемых резонаторов, из сапфира, по крайней мере, растет на порядок за порядок температуры. Мы с вами этих порядок имеем довольно много, и это заманчивая перспектива, и этим мы сейчас плотно занимаемся. Низкотемпературная термометрия, о которой рассказал Леонид Сергеевич, в проекции Роскосмоса и НЕРФИ, это хорошие нам деньги на этот год, я надеюсь, мы их получим. Но АКЦ уже нам предлагает заказать для Миллиметрона комплект измерительной температуры. У них пока еще нет здесь поставщика, я сказал, что мы готовы делать эти термометры и поставлять. Интересные заказы сейчас, рассуждения и СПИД университета. Тут пришлось, кто нам прислал интересную вещь. И Александр Алексеевич Клушин пришел с интересным предложением, причем такое забавное предложение, которое может изменить концепцию многих наших крестов. Но САЛЮТ знает про это, что вакуумные приборы, когда к ним еще придается вакуумный насос и вентиль, они не очень продажны товары. Нужны, чтобы его откачать раз и навсегда или лет на двадцать, да? Чтобы лет двадцать его не откачивать. Вкусить и забыть. Вот с этой задачей ко мне пришел Клушин. Итого мне бы, нашим Шерексоновским, вот так сделать. И мы подняли старые кадры, которые делали кератроны у нас в Уфане, и нашли некие решения, которые работают для миллиметров и субмиллиметров, где мы сделаем и скусим. И вообще, это будет интересное дело. По крайней мере, такую работу мы сейчас уже начинаем вести. Есть еще немало работ интересных, в частности, камеры для оборудования оптических приемников. Это тоже приносит и деньги, и возможности. В частности, нам Аспектромов заказал САУ, и мы его, так сказать, уже сделали, пока не сделали Криостан. Но я думаю, что это все нас подкормит в ближайший год, ведь здесь есть определенные перспективы. И, так сказать, в заключение, мне просто хотелось еще раз заострить внимание на то, что мы все, я имею в виду уже здесь старшие товарищи, заставлять молодежь пытаться находить гранты. Они могут сыграть только в основном игру, это рефричный грант на первый грант. И то там не все так просто. Поэтому молодежь мы должны с вами поддержать в любом случае, не так уж и временом, не такими большими претензиями. Но нам при этом можно сейчас затянуть поиск, пока мы с вами не получим вот этого софинансирования совместно. Нам придется немножечко, так сказать, поработать за дел, и тогда уйдет нас посетить. Спасибо за внимание. Ну вот теперь давайте задавайте нам обоих вопросов. Пожалуйста, Лиза. Давайте задавайте много вопросов. А вот тогда мы по-моему если его получите? Вы сказали, что там 15 каналов. Есть ли какая-то уже где совместно с 15 каналов в однойругой компании корпорации? Это сам до двух человек? Все 15, я думаю, нет, это и амбициозно, и слишком много. Нужно совмещать те, которые нужно совмещать. Ну вот, астрономы, не знаю, допустим, эффект Синяева-Зельдовича на 220 ягерц там нулевой. На 150 один знак, на 350 другой. Ну вот их, конечно, есть смысл совмещать и сравнять. Но с другой стороны, так вот американцы работают, они там уже с этой спиральной антенной показывают несколько каналов, 4 или 5 уже делают. То есть, в принципе, больше, чем 2 в планах есть, но на большее пока они не за... не закидывали планы. Ну, все в нашей власти. Мы можем предлагать уже дальнейшее развитие. Это будет супер. Ну вот максимальную задачу, которую я представляю, это 4 канала. Ну, в смысле, это же было бы очень хорошо. Там, допустим, для Олимпы 4 канала все совместить, ну это просто супер. Ну вот, наверное, такая ситуация. Еще вопросы? Ну что ж, тогда большое спасибо. Мы будем иметь возможность задать вопросы и пообсуждать во время тоже брейка. Я не могу сказать, что мы перебрали время, хотя мы немножко не график. Мы чуть позже начали, но наверстать не смогли. Съели ровно столько времени, сколько нам полагалось. Поэтому давайте сейчас видим там пирожок и все прочее. У нас с вами кофе-проект в комнате 13.11. Это вот в торце порядка у коридора. Ну и, соответственно, после кофе-проекта приглашаем всех. Спасибо. 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 Спасибо.